А в Уфе объявили лауреатов телевизионного конкурса «Тэфи-регион». Золотого орфея вручали в 19 номинациях, а всего на суд жюри прислали свыше 500 работ. Рекордное количество за 15 лет существования конкурса вообще. Появилась и новая премия «Преодоление» за лучшую спортивную программу о людях с ограниченными возможностями. О тех, кто получил награды, расскажет Алина Каматова. Они и журналисты, и репортеры, и акулы пера, а сегодня им дали еще одно определение – импрессионисты. Ведь именно эти люди говорят и показывают то ускользающее мгновение, что называют настоящим. Теперь они сами под объективами видеокамер. Некоторые поделились приметами, которые, по их мнению, помогут получить орфея. Место номер 13. Я думаю, что-то должно произойти. Ну, как говорится, либо да, либо нет. На удачу рассчитывают все 60 финалистов. Собственно, они уже победители. Но заветная статуэтка – особая награда для региональных журналистов. У них есть признание зрителей, теперь важно получить признание именитых коллег. 20 орфеев нашли своих обладателей. Один из них так и остался в Уфе. Айгуль Контикова с ГТРК Башкортостан стала лучшей ведущей ежедневной информационной программы. Зритель, да, зритель, он всегда благодарный. И у каждого своя целевая аудитория. Кто-то любит такого ведущего, кто-то другого. Поэтому всех зрителей мы охватить в любом случае не можем. Но когда твой труд оценивают коллеги, мне кажется, это самое ценное и важное. Еще одна журналистка башкирского филиала ВГТРК Зиля Авзалова победила в спецноминации «Преодоление». В первую очередь я хочу сказать спасибо моим операторам, которые помогали мне снимать этот сюжет. Назову по именам Ильшат Казакулов и Урал Шарибов. И всем остальным, которые работают со мной. Моим руководителям, которые доверяют мне снимать сюжеты в этой телекомпании. Слезы победителя еще не раз увидим со сцены. Лучший интервьюер Екатерина Миленькая из Пензы посвятила свою награду племяннику, которому поставили диагноз аутизм. На эту тему и был ее проект. Я очень счастлива, что после Уфы я еду к своим родственникам. И поскольку мой племянник живет вдали от меня пока, мы встретимся все вместе. Я его лично поцелую, потому что, ну правда, это все для него. Все финалисты и члены жюри отметили особое гостеприимство Уфы. Многие из них о столице Башкортостана только слышали. Финал ТЭФ и регион здесь проводится впервые. Конкурс поддержало руководство республики. Башкортостан замечательная республика, очень красивая. И мы все очень любим вас. И гости для нас это превыше всего. Спасибо вам большое. Впервые с организатором фестиваля выступила ГТРК Башкортостан. За четыре дня гости смогли познакомиться с Уфой. Ну а то, что не успели, увидели во время презентационного фильма. Представители Первого канала, представители РЕН-ТВ, Диснея, независимых телекомпаний. Никакого отношения к ВГТРК не имеющие, но объективно признали, наши с вами сильные работы. Вот для меня лично, поскольку я давно очень занимаюсь региональным телевидением, для меня это большая радость и большая гордость. Филиалы ВГТРК в этот раз забрали 8 статуэток. Свой первый «Орфей» за фильм «Поднятая целина» получила ГТРК «Самара». Авторы телепроекта с точностью воссоздали хронологию первых часов пребывания Юрия Гагарина на Земле. Кстати, участников фестиваля прямо из космоса поприветствовал экипаж МКС. Добрый вечер, Россия! Слышат! Представляете, молодцы! Сами члены жюри признали, судить работы во всех номинациях было сложно. 560 видеоматериалов со всех уголков страны. Многие сюжеты региональщиков могут составить достойную конкуренцию федералам. Сейчас уровень качества, по крайней мере того, что приходит на конкурс, чрезвычайно высокая. Там 70-80% работ, на мой взгляд, могут быть спокойно быть в федеральном телевидении. В этом году 15-й юбилейный «Тэфергион» проходит с нотой грусти. В августе не стало автора «Орфея» Эрнста Неизвестного. Но дело его продолжится. Главная интрига разрешилась, но среди участников царят самые разные настроения. Это и радость, и грусть, и волнение. Но больше всего ощущается решимость. Те, кто не получил заветных «Орфеев», намерены бороться за статуэтки и дальше. Ну а те, кому они все же достались, собираются пополнять свою коллекцию и впредь. Алина Каматова, Инна Горина, Радмир Халитов, Ильшат Казаколов, Вести, Башкортостан.